У нас сегодня непростая тема, тема может быть самая даже сложная, это тема следа, понятие след. Я его разберу на примере в общем европейской истории, истории искусства и философской мысли, но акцент, конечно, мы сделаем на его современном состоянии и опять же на примере искусства архитектуры, что наиболее интересные дает моменты, потому что, конечно же, архитектура – это бессловесная форма выражения, и в ней этот след будет воплощаться специфическим так же образом. Я думаю, вы все знаете слово, которое в древнегреческом обозначало след, это типос. Типос или тип, типаж – это все происходит от этого греческого понятия, которое обозначало изначально отпечаток на воске. То есть след – это отпечаток. Если вы обратитесь к такому очень важному для Платона диалогу, как те этот, одна из ключевых его работ, то там как раз сама память человека представлена в качестве вот этой восковой дощечки, на которой оставлены отпечатки. Когда душа человека, согласно Платону, пребывала в мире идеи, в мире идеальном, все эти идеи оставили на ней свой след, свой отпечаток, и в мире подлунном мы не приобретаем знания, это не некий процесс накопления, а есть некий процесс припоминания уже имеющихся отпечатков. И только по той причине, что у нас уже есть эти отпечатки, мы можем воспринять то или иное, как именно факт того или иного, вот этот стол, этот стул и так далее. То есть мы воспринимаем эти категории только по той причине, что они уже у нас оставлены в качестве отпечаток. Вообще весь мир тварный, согласно Платону, есть отпечаток мира идей. Так что вот это слово «типус», оно тогда обладало совершенно определенным характером в платонической школе. И в общем-то это сыграет значительную роль в последующей истории европейской культуры как таковой. Если отвлечься от платонизма и взглянуть на иудео-христианскую традицию, то есть традицию религиозную, чуть позже уже теологию, то там есть тоже весьма примечательная такая вещь, которая, наверное, в большей степени представлена все-таки в иудейской традиции и в более поздней форме ответвлений в таком, как каббалистическая традиция. Дело в том, что согласно каббале в каждой вещи запечатлено прикосновение творца. То есть в тот момент, когда он творил эту вещь, этот отпечаток, отпечаток божества, он в вещи сохраняется. А для Европы это очень важную роль сыграла. Дело в том, что так как в вещах можно обнаружить определенный отпечаток божества, это значит, что изучение этих вещей не является чем-то противоречащим священному писанию. Собственно, на этом основано появление естественно-научного знания в Европе. Понимаете? Потому что изучать мир – это благородно, потому что ты ищешь знаки, которые оставил Бог в этих вещах. Своего рода подсказки человеку, как эти вещи использовать. Особенно это будет ярко проявлено в ренессансной традиции, когда каббалистические источники будут переведены в Европе. Это Марсилия Печина, это Пико де Лаверандало, это, собственно, 15-е столетие. Это Медицейская Академия, Академия Медичи. Да вот, появляется такой феномен, как и христианская каббала, и сразу же, достаточно мало времени прошло, уже в 16-м столетии, появляется, допустим, такая уголка, как Парацелис. То есть, с одной стороны, конечно, алхимик МА, а с другой стороны, основатель медицины современного типа. То есть, медицины, основанной на применении медикаментов. То есть, человек, который действительно изучает природу с целью, правда, еще религиозной, да, обнаружить там печать божества. В Ренессансе еще одно очень важное свойство следа проявляется. Дело в том, что след начинает распространяться не только на сами вещи, но и на слова. Именно в эпоху Ренессанса ключевой является идея то, что в каждом слове заключено его некое глубинное смысловое значение. То есть, каждое слово, оно не просто так, этот предмет назван, да, этим словом, а это слово есть сущность самого этого предмета. Мы сейчас так не мыслим. Для Ренессанса это очень-очень важная вещь. В наши же дни типос понимается множественным образом. Я сейчас приведу четыре примера, а потом попытаюсь их суммировать, чтобы было понятно, что на самом деле все они об одном. Вообще, типос изначально это трактует как произошедшего от глагола «ударец». Да, то есть, это удар. То есть, ну это не сам удар, а это скорее тот след, который оставляет этот удар. То есть, это травма, это трещина. Если мы ударим молотком по бетону, да, на нем останется след, отпечаток. И этот отпечаток несет именно свидетельство о самом факте удара, осуществленного удара. Вот это одно прочтение следа сейчас. Другое прочтение следа типос, это клеймо или проба. Ну вот, допустим, на кольце, да, ставится проба, удостоверяющая его ценность. Или клеймо может ставиться палачом, да, как определенный маркер, обозначающий те или иные этические свойства этого человека. Третье, очень близко к клейму, это печать. А я бы туда добавил еще и подпись на самом деле. Потому что это близкие очень понятия. И, наконец, четвертое, это впечатление. А впечатление на самом деле очень тесно связано с таким понятием, как память. То есть, на вас что-то производит впечатление, то оно производит, и вы это запоминаете. Надолго или ненадолго, но вы выделяете это по отношению... Во времени выделяете, да, по отношению к другим людям, которые вас не заинтересовали. Таким образом, если суммировать все эти четыре вещи, все эти четыре характеристики или перевода слова «типос», то можно сказать, что «типос» — это память об отсутствующем. Все это есть память об отсутствующем. Что такое удар, да, след от удара? Это не момент нанесения удара, а когда удар уже нанесен. Более того, может быть, уже орудия нанесения удара нет. Мы видим просто, там, на стене, там, след от пули или от взрыва, да, и мы можем восстановить в памяти то, что здесь он произошел. Самого взрыва нет — это память. Климо или гроба — это незримое присутствие того, кто может свой вердикт выносить. Или оценить, да, как незримое присутствие ювелина. Или незримое присутствие палача, климо. Печать или подпись. Ну, это совсем понятно, да. Это в прямом смысле слова «незримое присутствие этого человека», человека, который подписался. Это же то же самое, что он бы пришел и свидетельствовал, да, от первого лица. Но он оставляет свою подпись, и эта подпись свидетельствует за него. И, наконец, впечатление, ну, это уж бы это самое понятное, это, в принципе, факт очень близкий к памяти. Это то, что врезается в память, то, что остается в памяти. Таким образом, это незримое присутствие отсутствующего. Вот что сейчас, по большому счету, обозначает этот типус. Типус же в греческом понимании тоже сохранилось такое измерение и по нашей дне, или, по крайней мере, для начала 20-го века, хотя это сейчас процветает, но в меньшей степени, я имею в виду психологию Карла Густава Юнга, да, где вводится понятие архетипа. По большому счету, архетип Юнга и есть вот этот платоновский типус. Это некие модели, типажи, которые незримо присутствуют в реальном нам мире, и его определяют. На самом деле, понятно, что это чистая вода и метафизика, к психологии это имеет весьма опосредованное отношение, однако и по сей день этот достаточно пышным цветом цветет и цветает, и на этот счет можно обнаружить большое количество не есть каких-то спекуляций, да, что где эти архетипы находятся, где они... Сейчас посмотрим, а живет он... Отлично. Где эти архетипы в каком месте находятся и что есть это коллективное и бессознательное, это очень близко к мистике, вот, чтобы предвосхитить все возможные спекуляции на этот счет, сразу же скажу, что коллективное и бессознательное это батарея означающая. Эти архетипы есть только в языке. Вообще, бессознательное это не какое-то место в потаёмном месте нашей головы, да, оно находится в языке. И, естественно, оно нас весьма существенным образом корректирует и контролирует. То же, что Юнг называл архетипами, если вырваться за пределы этой теории, то я бы назвал доминантами современной системы языка. Современно, естественно, не нам, а каждое конкретное боже. А, эти доминанты, да, они, конечно, господствуют и во многом определяют то, как мы можем мыслить, и то, чего мы хотим, и то, даже каким образом мы можем задаваться относительно них вопросами. Что происходило далее с этим словом, которое следует? Далее, самая важная для нас фигура – это фигура Жака Деррида. Однако, чтобы подступиться к Деррида, я немножко расскажу о системе Фердинанда де Сассюра, ибо Деррида строит свои рассуждения на нем. Дело в том, что Сассюр не первым, на самом деле, высказал эту мысль. Мысль, на самом деле, достаточно древняя, мысль 17 века еще, но благодаря нему она стала наиболее значимой для европейской культуры. А мысль следующая. То, что в означающем, означающем никак не связано с означаемым. То есть, если вот я говорю «стакан», то в слове «стакан» никак сам по себе этот стакан не отражен. Ни его форма, ни звук, который с помощью него можно издать. Ничего. То есть, связь между знаком и тем, что он обозначает, исключительно случайной. Она обусловлена определенными факторами историческими и так далее, но непосредственной связи между ними нет. Отсюда Деррида делает очень радикальные выводы, которые Сассюр не делает. Но Сассюр все-таки живет в конце 19-го лет, начало 20-го, самое начало. А Деррида свою работу «Письмо и различия», в котором впервые этот след вводит, пишет в 1967 году. Так что из этого делают, какие выводы Деррида? Ну, допустим, смотрите, есть там слово «добрость». Понятно, что оно никак к самому «адку добрости» не относится. Но какие из этого делают выводы Деррида? Деррида делает вывод следующий. То, что так как мы в своей непосредственной практике о своей жизни в основном ориентируемся на слово, мы даже сами с собой-то посредством слова, посредством немой речи, да, говорим в голове, слово начинает замещать сам акт. Слово замещает предмет и действие. А так как оно ему не равно ни разу, оно совершенно иное, то в процессе исторического движения смещается и знак, и само действо. И они уже могут напополам соответствовать друг другу, могут вообще никаким образом не соответствовать друг другу. Так вот, вот эта утрата от изначальной соотнесенности и называется Деррида следом. То есть, если упрощать очень сильно, то это получается след, это присутствие, отсутствие. Понимаете? Это не просто отсутствие, да, чего-то. Присутствие, отсутствие – это вполне легитимное название, вполне очное, вполне определенное. Ну, например, Айтенман приводит такой банальный пример. Представьте, что вы идете по пляжу там, и вы видите оставленный на песке след. Этот след говорит о чем? Он говорит вам о том, что его оставил человек. Возможно, по размеру вы можете даже определить, там, это мужчина или женщина, если это четкий отпечаток. Но он вам говорит еще о том, что этого человека здесь уже нет. По крайней мере, на этом месте. Иначе мы бы этот след не увидели. То есть, вот оно, присутствие и отсутствие. Мы видим то, что того, кто оставил след, здесь нет. Вот о чем свидетельствует след как таковой. Ну, допустим, приведу вам пример, наверное, более-менее понятный. Из области религии, причем относительно того слова приведу, которое гарантированно, все знаете, чтобы с ним было удобно работать, чтобы пример был понятный. Слово «вера» – ключевое слово для иудео-христианского дискурса, одно из ключевых слов для христианской традиции. А в подлиннике оно звучит «писть». На греческом это «писть». Если мы посмотрим, что это слово изначально значило, как знак соотносился с феноменом, то оно проистекает от древнегреческого «пистиос». «Пистиос» – это, во-первых, один из символов, одно из имен Зевса, так это означало «верный». То есть это слово означало «преданность». То есть изначально вера не предполагала никаких эмоций, никакого чувства. Это преданность определенному учению. Это преданность или верный, то есть верный своему слову, верный своему обещанию. Вот что означало слово «вера». И мы понимаем, насколько радикально оно сместилось с этого момента, когда оно стало обозначать определенную, сложно идентифицируемую эмоцию. То есть, естественно, в данном случае, если бы слово «писти» понималось сейчас таким же образом, как оно принималось в эпоху, а не христианскую, то, наверное, оскорбить чувства верующих невозможно. То есть они верны обещаниям своему, они же не оставили себе верны. Вот смещение. Не говорю о полном замещении, но, по крайней мере, смещение налицо. Вот это след. То есть слово то же самое, значение его уже существенно модулировало. А сейчас приведу еще одно философское понятие, даже не столько понятие, сколько операцию, которое с одной стороны близка сведу, а с другой стороны, в принципе, прям противоположено. Чтобы было понятно, как это работает с двух сторон. Есть такой ныне живущий, здравствующий философ, очень крупная фигура, его зовут Джорджо Аганда. Он себя называет учеником. Хайдеггера, он действительно на него слушал курсы. И он любит пользоваться такой операцией, которая называется включение через исключение. Казалось бы, близко следует. На самом деле, прям противоположное. Но через противоположное тоже легко понять. То, о чем мы сейчас говорим. Приведу опять пример на той же самой, из той же самой области, из области раннехристианского дискурсия. Представьте, что у нас есть много религиозных систем. Каждая религиозная система описывает мир в целом. Правильно? В этом суть религи. Она должна давать исчерпывающее знание. Она ни в чем сторонним не нуждается. Так вот, если каждая эта религиозная система дает исчерпывающее знание, то понятно, что другая религиозная система, в следующую, в соседствующую с ней, не может быть включена. Никаким образом. Они обе, если две берем, одинаковые по объему. Они занимают все. Но есть одна хитрость, которая позволяет включить одну в другую. Вы ее все отлично знаете. В христианстве это называется ересь. То есть мы называем представителей другой религии, или этой же самой, но толкующей догмат, несколько отличным образом, ересью. После этого мы можем спокойно приводить полностью весь блок выключения. И оно уже включено в эту. Почему? Потому что мы вычеркиваем их как факт равновъемности. То есть мы включаем их через исключение. Прямо противоположное от следа. То есть здесь сохраняется весь блок, весь концепт, но ему дается иное наименование, которое убивает весь этот концепт. Следе наоборот. То же самое слово остается, но оно модулирует, оно митирует относительно первоначального значения. Чтобы было понятно, что такое след и что же следом не является. Но, так как вы сами понимаете, след это придуманный знак для знака в сути. А вот тут-то Деррида запускает вещь, которую, наверное, запустить не хотел. Понимаете? Сейчас след является следом следа. То есть запущенный в 67-м году процесс. То есть след уже, есть след, как то, что анализировал Деррида, он модулирует своим путем. А есть след, как понятие, введенное Деррида. И он модулирует своим путем. Да, он включается в иные амплификации, в иные соотнесения. И, естественно, они уже разошлись давным-давно. Поэтому то, что мы будем смотреть сегодня на примере произведения искусства, оно не следует почву логики Деррида. Есть еще одна проблема. Дело в том, что архитектурные постройки, которые мы анализируем, они одновременно являются, конечно, и знаком, то есть иначе бы это не было искусством, но они одновременно являются и самим фактом реальности. То есть они двояки сами в себе. И это тоже накладывает определенный весьма специфический отпечаток на это. То есть это не слово. Это не искусство слова. Конечно, архитектура тоже может быть голосовской, но она по-другому работает. И поэтому здесь след будет наиболее интересным представлением. Например, такого наиболее близкого Деррида феномена в архитектуре я решил взять башни Всемирного торгового центра, точнее отсутствующие ныне, которые мы и посмотрим, как в них воплощено понятие следа, следа как присутствие отсутствия. Вот такое дивное здание это было. Достаточно известная постройка Минору Ямасаки. Проект еще 60-х годов. Понятно, что такие громады строились достаточно долго. В 72-м году этот центр был сдан, закончен. Это главное творение Ямасаки. Это самое его известное произведение. Однако, в 2001-м году, как вам всем известно, это центр Костивлокатастрофы. оба здания были уничтожены и в последующем убраны вовсе. Они не подлежали восстановлению. Поначалу, вместо этих зданий, в память о теракте, о жертвах, этого, наверное, главного события в истории Среди Южных Штатов, я имею в виду события именно трагического характера, включаясь вот такие прожектора. Это тоже является фактом следа. Что маркируют эти фонари? Ну, понятно, что они присутствуют. Они показывают факт отсутствия этих башни. Мы видим наличие струющие феномен. Феномен света, да? Включают много фонарей. Однако, мы отлично понимаем, что этот знак свидетельствует об обраку. Он свидетельствует не о том, что здесь чего-то стало больше, да, что на крыше еще фонари разместили. А он свидетельствует о том, что здесь отсутствуют два здания, отсутствуют две постройки. Вот это след, вот его присутствие, отсутствие в самой наглядной, простой форме. Это может быть сложно, как пока я разбирал на примере языка, на примере философии, но это достаточно просто понять, когда есть наглядный такой пример. Вот. Тут даже еще более явно. Мы видим фактически призраки этих двух башен. И естественно, они говорят не о том, что здесь они якобы присутствуют, да, в каком-то иной форме. А это, знаете, на уровне философии можно было написать там башню, да, и их перечеркнуть. То есть слово это представлено, но оно представлено в виде его вычеркнута. Оно представлено в виде его отрицания. Или как когда, там, маленьких учат считать, да, вычеркивать что-нибудь. Они же когда вычеркнули, а нет, убрали. Этого уже нет, да. По сути, мы видим, сколько вычеркнуто. Но то, что вычеркнуто, демонстрирует отсутствие. Вот след в таком достаточно близком к делидианскому учению воплощения. Сейчас же там представлено еще более оригинальное решение. Это не архитектурное решение, как вы сами понимаете, да. Это можно как угодно назвать, но архитектура это не является. Хотя и памятью об архитектуре является. На застройку всего этого пространства, нового торгового центра, Грант выиграл Лебискинт, один из крупнейших, из-за нынешних живущих. Архитектором, это ученик Айзенмана. Если Айзенмана, то, что я вам читал, это, конечно, сложно, вернее, рассказывал, но, в общем-то, понять хоть как-то можно, то Лебискинт, то, что он пишет, это понять уже нельзя, это можно только, наверное, как-то прочувствовать. Очень близко к Джойсу, только помноженному на Джойса еще. Там буквы разного масштаба, они загручиваются во что-нибудь, они еще перерастают в наброски, в рисунки. В общем, у него работы есть теоретические, но, в общем-то, они выглядят весьма специфическим образом. Мне понятны его архитектурные постройки. И, в общем, он руководит генпланом застройки нового всемирного торгового центра. Вот как идет сейчас это строительство, оно в разгаре. Он туда пригласил крупнейших архитекторов, двух из них, мы в прошлый раз анализировали, это Фостер и Роджерс. Они там тоже будут строить, но нас сегодня будет интересовать немножко иная часть. Не замечательные небоскребы, которые возводятся или уже возведены в этом месте, а мемориал. Мемориал в 2007 году, проект мемориала выиграл Майкл Аметт. И, в общем-то, так это выглядит сейчас. Что мы здесь видим? Мы видим два гигантских фонтана, которые точно обозначают место, где находились эти две башни. вот вам включу открытия в 2011 году обама этого мемориала. Понимаете, вот что такое след. С одной стороны, здесь нету того же самого. здесь нету некой намеку, здесь нету памятника, где бы эти две башни были изображены, к примеру. это как раз не следует. Здесь есть то, что мы явно считываем как провал, точно обозначающий место, где находились эти башни. Это самый дорогой мемориал в истории Соединенных Штатов. Вы можете представить, сколько места это стоит на Махатане. Здесь еще идет об огромном выкупленном пространстве, которое не будет застраиваться. На плитах высечены все абсолютно имена погибших. Это огромные две постройки. Это два огромных фонтана, потому что они тождественны размером башен. Вот как это выглядит. Очень красиво, очень впечатляющая постройка. Совершенно фантастическая по своим свойствам, ни на что не похожая. Вот это след. То есть она демонстрирует не себя, а отсутствие чего-то другого. Вот это след. Понимаете? Под этой постройкой есть совершенно удивительный музей. Он как раз следом в диридианском понимании не является. Это обычный музей, но музей, конечно, очень страшный. Это музей, где сохранены все вещи, предметы, которые остались после разрушения. Ну, вот, в частности, пожарный транспорт, части обшивки самолетов, личных вещей и так далее. Показываем как раз, чтобы развести. Вот это не свет. Это то, что указывает на самое себя. Обшивка самолета указывает на обшивку конкретного самолета, то, что от него осталось. Хотя не то же самое. А провал с башней соотносится весьма опосредованно. Понимаете? Однако именно провал указывает на отсутствие башни. Там мы имеем частичное присутствие. Не полный объект, а часть его. А здесь мы имеем именно присутствие и отсутствие. Чтобы было понятно, что вот то не след, это след. Особенно красиво выглядит вид с этого фонтана на возведенную Либискиндом башню. Либискин сам лично одну единственную башню там построил. Самую высокую. Это одна из самых высоких построек в мире. В полношестом месте она находится. Это башня свободная. Вот как раз вид с фонтана на башню. Опять же гениально идея заменить две башни двойственность единой башней. И вот так на хатсан то, что у нас гудзону зовут вид современный. Башня эстетически очень красивая. Она не квадратная, что придает ей определенное изящество. Другие крупные здания здесь видите еще не построены. Процесс идет. Однако не только теридианская концепция следа сейчас актуальна. Актуальна концепция еще которую предложил полюбикер. Однако чуть-чуть забегу ранее. В начале двадцатого века жил такой мыслитель Марк Блок. Историк, который предлагает прочтение следа в качестве свидетельства. То есть для него след это источник. След как он говорит это невольный свидетель определенного исторического инцидента. таким образом след начинает наделяться нарративной функцией которую разовьет полюбикер в своей работе время рассказ для него след это то что способно рассказать свою историю. То есть это некая зацепка которую как клубочек можно размотать и узнать историю которая связана с этим следом. и опять приведу пример из творчества Либельскинда это у нас будет музей Нусбаума в Германии одна из ранних построек Либельскинда в 88-м годе. Феликс Нусбаум это художник замученный в концентрационных лагерях и Либельскинда предлагает совершенно уникальную концепцию музея этого художника музей демонстрирует вы видите трещину то с чего мы начали типос как то что сохраняет следы удара это не просто художник безусловно это очень талантливый художник но его творчество приобретает особую социальную ценность именно в связи с тем что его смертью то есть это человек который предложил новый вид искусства он вводит снова в искусство человека когда господствует абстракционизм он обращается к живописи ну не скажу реалистической но фигуративной я настаиваю на ней и получается вот этот появившийся в его живописи человек уничтожается нацистской машиной именно это важно как идея ключевая идея его творчества которая воплощена в самой построек его музея мы видим пролом в принципе это окно но для архитектуры почти для всей стекло всегда является знаком отсутствия чего там стекло прозрачное поэтому архитектура работает со стеклом как правило как незаполненное пространство и здесь мы видим как по каменной плите проходит разлом вот этот след печать типа как след от удара с другой стороны как то что способно рассказать свою историю просто подойдя к этому дому мы уже настраиваемся на восприятие того что мы видим внутри вот еще один пример может быть более радикальный если видите еще и вход священ но это может быть отчасти не учителю такого у маязинману много видели а вот такого не видели особенно это показательно потому что мы привыкли что для архитектуры стекло окна всегда соотносятся своего рода является маркером соотнесения внутреннего и внешнего окно с внешней стороны демонстрирует структуру здания внутри окно показывает количество этажей сколько окон столько этажей здесь это одно окно и мы не знаем сколько здесь этажей здесь предположим лестница есть а дальше есть она нет мы этого не видим это разлом который идет через эти этажи оно как бы разрушает саму структуру здания понятно что это только намек но этот намек он не случайно дан по вертикали а не по горизонтали по горизонтали он бы такой силы не обладал и в еще большей степени Лебезкин достиг совершенства в культивировании этого отношения к следу в своем главном произведении я вам его только покажу только намекну потому что у меня по нему будет большая лекция оздоровенная лекция 28 числа будет с собой будет Легбез где я конкретно займусь анализом этой постройки и ее источников вдохновения Лебезкин называют Вальтер Бенниевна и Армольда Щенберка композитора и философа с двух сторон для вдохновившего его на эту постройку так вот сегодня мы только ее наметили вот это здание абсолютно шедевр возможно одно из лучших произведений архитектуры конца 20 века Айзенман включает ее в 10 канонических зданий свою книгу там она идет одной из последних здесь Лебезкин устраняет концепцию прямой прямая здесь есть смотрите их даже две это окна по зданию только эти прямые все время разогреваются что это за отношения к свету отношения здесь я бы сказал крайне постмодернистские это идея эпистемологического разрыва я вам давал это понятие в самом начале это понятие будет гастон вошлях эпистема это такая система ценностей по фу это парадигма по сути то же самое что парадигма это система координат относительно которых мыслит каждая конкретная эпоха так и вот между ними не револютивная связь не одно переходит в другое а просто смещается в саму поле игры между разными эпохами примерственность отсутствует и вот этот след он все время прерывается эта идея была обыграна сначала Лебезкин дам в инсталляции он делает такую же инсталляцию и размещает ее в здании таким образом между колонн что посмотреть ее целиком нельзя мы можем только из-за этой колонны обойдя через колонну с другой стороны посмотреть да у следа всегда есть форма или же нет мы с вами видели след в смысле включающихся фонарей вместо ваших близнецов в таком случае формы в каком-то смысле не было почему нет формы если есть свет то есть мы не имеем формы в смысле его окончания внизу да а вверху где они заканчиваются они могут и по-разному заканчиваться более того глаз может не считывать то есть насколько мы это видим а насколько дальше этот свет продолжается после того как мы его видим то есть вверху эта форма оказывается в неразрешенности разве нет да то есть форма это все-таки когда мы со всех сторон можем ее обозреть там мы с одной стороны не можем обозреть это лучше это лучше это лучше но понятие потеряется в данном случае вертаж вектор не является конечно конечно понятно что архитектура так и иначе работает с формой поэтому ее форма может быть неразрешимой как в случае там в Моретти но эта форма все равно будет присутствовать это не тот вид искусства который может от формы полностью отказаться тогда просто эта постройка может быть таковой она перестанет функциональным значением обладать а эти все-таки музеи которые я показываю это одни из самых посещаемых музеев да они в плане как музеи себя оправдывают насколько я понимаю это вообще самый известный музей в мире самый посещаемый в мире вот это старинное здание этого музея здесь Лебескин постепенно уничтожает все к чему мы привыкли он демонстрирует отсутствие присутствие отсутствие во всем но во-первых мы привыкли что у здания есть вход у этого здания его нет вход есть только вот в это здание старинное ну вы его видите там нужно спуститься под землю и войти в подвал этого здания то есть входа в это здание нет ни на первом ни на втором ни на каком другом этаже он есть только через подвал другого здания второе мы с вами видели в музее Нусбаума раскол который демонстрировал не совсем четкое разделение на этажи когда мы уже не можем понять окно в воде одно да этажей может быть много на самом деле это было не сильно радикально радикально здесь здесь очень много вот эти полосы все которые вы видите это окна они не соотносятся вообще ни с чем как Лебезкин говорит что это он вроде как взял карту и смотрел как вывозили евреев да из Берлина и что вот эти черточки это есть места известных евреев которые попали под холокост я крайне в этом сомневаюсь потому что Лебезкин очень много любит говорить и того что совершенно не соответствует реальности и его построить потому что на самом деле вот эти все черточки они очень глубоко продуманы и более того у Айсельмана есть достаточно подробное разоблачение мистификации это именно мистификация которыми Лебезкин очень любит злоупотреблять так же как и с серии того что вот эта конструкция есть сломанная звезда Давида в общем то я вам уже рассказал что такая же конструкция была задолго до того как он обратился к музею в виде его же инсталляции и там она никак с иудейской культурой не соприкалась она изображала язык плавина что здесь есть интересного то с чего я начал вот эти стекла которые мы видим сверху это разрываемая прямая историческая прямая это колодцы через все здание не имеющие функционального назначения то есть туда зайти нельзя это тупик то есть получается вот оно то что мы разбирали в начале слово может иметь определенное значение потом оно уже приобретает другое то есть прямой преемственности между ухами нет между ними есть разрыв все идет не таким образом все идет через смещение каждый раз эти прямые относительно самих стен здания образуют разные игру то есть они разным смыслом наделяются каждый раз при том что внешне нам показалось себе ну вот оно прямое вот оно единство а его нет оно сознательно разрушается оно дробится так что совершенно гениальная постройка внутри она решена еще более гениальным образом дело в том что там нету пространства типичного как мы привыкли то есть то что можно обойти допустим первый этаж обойти второй этаж а там все время тупики понятно что никакого первого этажа нет так как я уже вам показал что вот эти прибыли прерваться да делят это здание насквозь все время это пространство которое пройти нельзя его нужно обходить либо спускаясь да либо где-то поднимаясь это пространство в которое мы все время наутыгаем это тоже совершенно гениальная идея идея непрямого прочтения архитектурной постройки мы всегда привыкли что постройка вот мы зашли идет колоннада и она тождественна нашему движению по ней мы сделали четыре шага и мы видим как эти же четыре шага отражаются во смещении нашего взгляда на эту постройку а здесь такого не будет нам все время придется назад возвращаться напрямую ее пройти нельзя никак никаким образом она остается все время как бы не схваченная нашим взглядом и в то же время многие ее поля оказываются многократно нами просмотрены так же как это был его случай с собой инсталляцией где ее целевым посмотреть нельзя нужно обойти колонну ее нельзя пройти и посмотреть ее можно обходить и туда и сюда заглядывать обойти еще раз туда и сюда заглядывать вот это разрыв между самым конструктом здания и формой его восприятия и есть вот эта форма следа это тоже отсутствие это отсутствие целостности целостность получается только у нас в голове путем собирания из этих кусочков самой по себе сама она по себе тоже есть как постройка это единый опыт но для того чтобы его прочитать как единый его нужно будет столько раз искресить понимаете вот тогда мы сможем что-то собрать и опять же то что мы соберем будет очень сильно нагружена нашим опытом потому что возможно другой человек сможет пройти его совсем другим машином здесь очень много тупиков причем тупиков очень таких страшных они остро заканчиваются видите она очень острокалечная построена вот это собственно иудейский музей 30-х годов который ниже вот это да там дело в том что можно выйти в башню холокоста можно выйти в сад и то есть это все тоже частью комплекса но там из низа нужно спуститься в подвал пройти туда и мы выйдем в соответствующие постройки вот сад вот башня и вот это молния или пламя тоже похожее на трещину извините а в башне также нарушено пространство как в этом в башне это очень замкнутое пространство где по сути ничего нет глубости башне башне в этом смысле это скорее камера тюремная то есть она непосредственно уже не сложная символика а такая то что называется икон когда то что изображено намекает на то что мы видим в башне на заходе мы чувствуем себя как заключенным в тюремной областности то есть понятно что холокост это изоляция и так далее вот как вы видите окна внутри они никак не соответствуют этажам а то пространство сверху которое я вам показывал в качестве прямой линии пространства незаполненные они выглядят очень страшно внутри вот оно и там все усыпано лицами металлическими ну вот вы видите эти прямые сверху с каждого этажа можно дойти и посмотреть туда но ходить здесь нельзя все усеяно металлическими лицами что тоже является скорее иконой чем символом здание можно очень долго разбирать я не полезу туда потому что у меня будет отдельная лекция тем более что его разбирать вне знания членберга и опера моисея а рон невозможно то есть оно к ней сильно привязано а во вторых нужно бы неплохо разобраться с аллакановской приадой символического воображения реального а так как у нас на это времени нет то я в общем то всех приглашаю на лекцию они будут еще заранее предупреждены лекции более бесплатно и другой тип следа след представленный в творчестве Айда Росси в коем мы уже неоднократно обращались это будет я вам покажу из Росси два типа следа один след очень близкий к тому что мы видели в башне близнеца а другой след скорее как типус в юнгианской психологии в смысле как архетипическое изведение первый след представлен у Росси в театре Карла Филиджи это такое здание достаточно старое 19 века известный театр который был во время войны второй мировой существенно поврежден Росси выиграл проект на реконструкцию этого здания и удивительно что Росси на постмодернист в общем-то восстанавливает здание фактически в неизменном виде даже нашелся ангел который был сбит он не восстанавливал фактически его не восстанавливали его просто выгрузили на то же самое место где он не находился все здание Росси восстановил ну почти в том же самом виде в котором оно было изначально не не будем забывать про то что постмодернизм он очень лояльно относится к историческим феноменам он интегративен он способен включать в себя вот это очень интересная вещь об этом мы как раз и поговорим сейчас чуть позже вот это и есть стеклянный конус токчащий с крыши не сразу же привлекающий к себе внимание но наиболее радикальное вмешательство Росси в этот театр стала вот эта пристройка которая едва ли не больше самого театра она выдержала конечно в манере исключительно Росси вской уже то есть ясно что театр в том виде в котором он был в 19 веке сейчас он уже абсолютно не может существовать он даже пожарной безопасности не пройдет элементарно так что было пристроено огромное здание которое в общем-то не бросается в глаза очень корректно все сделано у нас же пойдет речь о вот этом свете в это здание во время войны упала бомба на крышу она полностью пробила крышу и собственно это происходило как раз в этом самом месте что делает Росси он не восстанавливает это место он дает конус который проходит через всю постройку и так же как у лебискинда он не наделяется никаким функциональным значением то есть туда зайти нельзя использовать это никак нельзя это то что мертво для нас как и у лебискинда это именно фиксация отсутствия это то что мы зримо наталкиваемся на границу того куда войти нельзя использовать это никак нельзя вот оно отсутствие маркированной архитектуры вот как это выглядит изнутри но вверху вы видите он светится потому что он стеклянный далее он выполнен уже не полностью из стекла а там такие окошки то есть с каждого этажа можно подойти и посмотреть в это пространство незаполненное которое опять же смотрите то есть вот этот конус с бомбой никак не соотносится сам по себе взрыв и этот конус совсем разная речь но этот конус позволяет нам восстановить историю и увидеть факт вот этого разрушения то есть с одной стороны это близко к середа с другой стороны ликеровский рассказ здесь тоже присутствует начинается смещение следа относительно самого следа он уже совсем о другом он уже перестает полностью сам себе соответствовать по сути это очень близко к метанемическому соответствию место то же самое но это же место заменяется чем-то другим что свидетельствует об обратном ну допустим там если размешать сахар вот в этом проявляет стакан будет понятно что мы выполняем функцию ложки но это ложкой от этого не станет но тот кто это увидит он не подумает что у меня есть цель маркер пустить стакан пример исключительный из подручных материалов но тем не менее вот это замещение вы же сразу же подумаете о ложке потому что эта ложка никаким образом является даже на него похожа он будет выполнять ее функцию и показывать то что у меня нет ложки вот это следствие это демонстрация отсутствия предмета да посредством его замены другим предметом вот что делает Росси вот как это выглядит на этажах то есть там действительно можно подойти на каждом из этажей посмотреть и у Росси вообще концепция следа для него едва ли не самая важная дело в том что в своей автодиографии он пишет что на него ключевое воздействие оказало когда он в детстве увидел колонну в Венеции колонну Филаретто это колонна которая осталась от древнего дворца а сейчас она входит в структуру постройки для бедняков и когда он плыл по каналу кто-то указал на эту колонну и эта колонна произвела на него совершенно колоссальное впечатление то есть с одной стороны опора современного здания ну тогда более-менее современного по временам для Роси для детства Роси с другой стороны это колонна которая отсылает нас и способна рассказать историю об отсутствующем здесь дворце ее значение двоято она и выполняет роль диридианскую и выполняет роль реперовскую она способна рассказывать и эта колонна вы ее встретите в Роси просто везде то есть это ключевая для него идея которая будет воплощаться в камни вот этот же театр просто колонна колонна лишенная какой бы то ни было функциональности с одной стороны это конечно же символ то что здание было разрушено крышей то что это здание рухнуло и оно восстановлено по сути с нуля вот это разрушение крыши оно в пустой колонны конечно маркируется но с другой стороны колонна демонстрирует и некую силу то есть сама по себе добродетель мужества и силы одна из ключевых добродетелей что античного мира что в последующем христианского то что было названо кардинальным добродетелем она демонстрировалась как раз колонну женщиной которая либо разрушает колонну тогда эта мысль как вера сокрушает язычество либо женщина просто у колонны или мужчина у колонны тогда эта колонна отождествлялась конечно же с позвоночным столбом с умением держать лицо в любой ситуации стоический такой аспект но вот еще колонна в этом случае она несоизмеримо больше необходимости то есть колонна которая здесь уже пограничный момент с архетипом то есть решение предмета с необходимостью соответствовать определенному размеру для Росси это очень важная идея вот это уже очень близко к архетипу такие же колонны на этот раз в принципе более-менее функционально или другой момент в еще большей степени демонстрирующий как раз архетипическое измерение типус следа это как раз смещение относительно размеров по отношению к человеку в рисунках Росси мы очень часто можем найти кофеварки неимоверного размера но здесь кофеварки не тяжело кстати вот такого типа кофеварка изобретенная Росси до сих пор с успехом продается то есть он посуду тоже делал понятно что архитектор это не нужно путать с инженером это прежде всего творец дизайна были конечно архитекторы инженеры типа Нерго который как раз себя никогда не называл архитектором потому что очевидно скидно было потому что он архитектор не потому что он стеснялся а потому что как раз инженеру звучало более дорого потому что он мог такое рассчитать чего принял никто не мог то что он делал всегда впервые а многие многие архитекторы конечно не имели никакого инженера образования и были в каком-то смысле художниками только художниками в области пространства и посмотрели на кофеварочку особенно вот такую да а теперь смотрим одно из главных построек Росси Бон и Фантен музей ну вот вам такая же кофеварочка смещение размера опять же намек на колонну которую у него можно найти вообще везде то есть вот Россевский постмодерн он наверное постмодернизм вернее постмодерн в то время когда он живет он ближе всего к пониманию постмодернизма которое в широких слоях населения о том что постмодернизм он может увеличить уменьшить соединить все что угодно и за счет вот этого соединения и получается новая игра смыслов другое дело что очень часто это сводится к бессмысленному что это коридоскоп подрелся и там все время новая картинка появляется это конечно же не так вы видите насколько можно проследить у одного архитектора ключевые идеи а это значит что это уже не набор случайный означающий это говорит о том что для Росси очень важно добавить какой-то элемент который всегда будет демонстрировать либо отсутствие какого-то другого элемента он например совершенно неподходящая колонна в доме в жилом доме Берлина она конечно же намекает на отсутствие просто продолжающихся этажей угла вот этого на нижних этажах то есть она маркирует как раз отсутствие а не наличие при том что она гипертрофирована в каких-то других случаях помните мы с вами видели тревожью гостиницу в Японии где с входа не было ни одного окна то есть получается мы же имеем наличие то есть чего-то больше а не меньше стекло повторюсь это не что для архитектуры это отсутствие стекло для архитектуры всегда попраздноваем идею концепцию отсутствия за исключением очень редких случаев где это не так а здесь получается мы имеем присутствие кирпича окна заложены но заложены именно окна неровные стены а эти заложенные окна конечно же намекают на отсутствие стекол через эту стену мы видим что стекол нет опять идея следа на самом деле чтобы такое сделать это очень долго нужно продумывать это совсем не волонтаризм все что мы сегодня посмотрели это очень глубокие постройки которые действительно как и говорил Репер способны рассказать свою историю историю зачастую которая демонстрируется нами именно следом зачастую всего одним одним элементом который способен целый нарратив вылить по сути форме романа или исторического свидетельства примеры непреднамеренные но это вот как раз колонна человека ее же не кто-то сделал это вот как раз пример исторического артефакта который нам рассказывает что вот здесь когда-то как искусство что здесь когда-то был дворец а теперь здесь живет нищий город вот факт который никто не создал однако он тоже рассказывает нам свою историю понятно что значительно сложно это сделать когда это не сопряжено с историческим размерениям то есть эта колонна претерпела большое количество исторических метаморфоз именно поэтому она является для нас интересной если бы это была постройка новая то навряд ли бы этот интерес можно было вызвать в нас потому что для этого нужно было ее либо размеры менять либо как это Росси делает оставлять ее без функционального назначения если бы это была просто одна колонна ну не сложилось да бывали когда строили советские постройки там панель другого типажа завезут но ее же все равно придет к дому будут все окна одинаковые но это будет совсем или можно еще поставить будет один блок не соответствующий общей логике симвертрей такого в хрущевках сплошь достаточно просто по Москве это не будет фактом следа тем более фактом следа в диридианском измерении единственное что в векеровском это может свидетельствовать о том насколько как бы халатно относились к постройке эти везда больше вы это нам не расскажете но здесь же это совсем иное измерение поэтому мне кажется категория следа сейчас во-первых не исчерпана потому что само по себе вот это диридианское понятие оно сейчас нютирует оно нютирует относительно самого следа получается след раздваивается а теперь весьма было бы любопытно если бы кто-то к наследию дирида применил те процессы то есть метод деконструкции который он применял к наследию других наследий это было бы весьма любопытно потому что естественно если мы берем дирида в качестве серьезного наследителя безусловно является именно таковым то концепт деконструкции предполагает то что у любого понятия его нужно расщепить на составляющие противоположия что в любом понятии есть то чем оно противоположимо самому себе это очень тесно связано со следом потому что означающее означаемое не соотносятся напрямую одно другое замещает а значит они идут на расщепление раздвоение так вот было бы интересно посмотреть как само понятие деконструкции противоречит самому себе как амороще безусловно если оно введено там дирида в 60-е годы то до нашего момента оно уже претерпелось значительным охвоз правда в философской мысли сразу скажу последователей дирида немного дирида так же как и фрейд свое время настолько при не только понимаете мы привыкли что можно время опередить на самом деле это далеко не так есть такие идеи которые опережают время навсегда в смысле совсем они конечно потом абсорбируются как рано но они являются на теле истории вот этим следом таким же каким является фрейдерский психоанализ если вы все что можете прочесть сейчас в категории психоанализа если вы откроете фрейда то поймете что фрейдер не имеет никакого отношения уже после его смерти первые живые ученики абсолютно не дотягивают до того уровня который он предлагает он оказался сейчас абсорбирован культурой он в нее впитан и фрейдерское знание как будто бы используется но на самом деле используется точно не оно а то что его замещает вот эта идея следа работает там безупречно таких примеров такой мысли достаточно много туда же можно отнести деятельность лакана из которого выдернута эта несчастная триада воображаемого символического реального который эксплуатирует как угодно только не так как она была обозначена тем более что лакан никогда на него особенно стал не делал и самое главное то что он сделал так скажешь далеко далеко не самое важное есть то знание которое в принципе по определению в культуру так никогда не впитывается оно превосходит его навсегда и оно естественно в наибольшей степени обладает этими качествами следа имя того же лакана и фрейда фигурирует сейчас в рейтинге цитируемость очень высоко это то на кого все ссылаются так же как в свое время на Макса но как как к Марксу это имело самое отдаленное отношение так же это имеет весьма отдаленное отношение к фрейду или лаканту вот так же участь под стивный диридар последний его часто цитируют но никто эту же идею не продолжает развивать далее и если продолжают то этот уровень совершенно несоответственно то есть что угодно деконструкции это точно не является и что наиболее показательно для нашей сегодняшней темы в смысле следа след всегда имеет тенденцию оборачиваться в свою противоположенность внешняя он же указывает на отсутствие то есть это как слово перечеркнуто если след написали перечеркнуто так вот самый последовательный в истории философии мыслитель Джак Дерридар тот который по сути довел ее до предела возможного назывался как известно в жизни волюнтаристом тем что он пытается смешить или позабавить народ тем что каламбуры составляет что это сплошная философия парабокса что в общем-то это некий такой постмодернирский шарш на саму философию как таковую при том что там просто железная логика и ничего другого то есть настолько она превосходила среднестатистическое понепредставление логики если она ее взрывает означает то это считывалось как полное отсутствие логики естественно это одна из тех фигур которая для истории и философии я думаю навсегда останется именно фигурой следа каким уже был Фрейд каким уже был Лакан и каким очевидно станет не так давно скончавшаяся передача вот так функционирует след я думаю в искусстве сами сможете найти такие фигуры которые предвосхитили или так скажем опередили опередили историю навсегда фигуры которые все мы знаем но в общем-то редко обращаемся еще реже развивать провозглашать есть какие-то вопросы сегодня очень сложный материал я понимаю я не полез в философские глубины Деррида я дал ровно столько на том упрощенном уровне который был нужен для нашей дисциплины повторюсь то что я сегодня говорил о Деррида я сам осознаю что я очень много редукцировал очень много то есть не нужно считать что я вам Деррида рассказал я рассказал что из Деррида было заимствовано представителями искусства и как это было или не понято это совсем не то же самое над чем работал Деррида если мы полезли к Деррида мы бабусь ханиц эти полтора часа нарезок если нет никаких вопросов нет есть вопрос в Моретте в доме подсолнух но там была нога это тоже как след вот там я думаю что как раз следом это не является дело в том что там все обыграло весь этот фасад таким образом чтобы подчеркнуть отсутствие нарратива у него нога это чуть больше характеристика так скажем выпуклости это именно текстура там игра с текстурой и кульминацией этой текстуры является нога дело в том что если бы эта нога была именно отсылкой к историзму она была обыграна в умом контексте то есть строгий фасад допустим с одной стороной нога там эта нога обыграна как кульминация вот в этом изгибе и в чем кульминация именно двойственная даже не двойственная неразрешимая след не и несет в себе качество неразрешимости след маркирует именно отсутствие а там качество неразрешимости да с точки зрения неразрешимости вы в чем-то правы его можно прочесть как след так как мы находимся в Риме Здесь были, соответственно, копировались греческие статуи, это символ античности, но, с другой стороны, его можно прочесть еще много таких образов, чего совершенно, допустим, нельзя в случае с колонной Филаренда. То есть след рассказывает историю, а неразрешимость скорее говорит о том, что можно рассказать любую историю. Она ставит так ситуацию, когда мы оказываемся не перед выбором, даже как на развилке, куда пойдешь, потеряешь или облетешь, а когда эта развилка просто в бесконечность разворачивается. Она показывает нам, что мы пришли к такому факту, который проинтерпретировать мы не можем. То есть вот эту новую проинтерпретировать, ее, в принципе, бессмысленно, да, интерпретировать, потому что ее интерпретировать можно неограниченным количеством вариантов. Она не отсылает, если бы этот дом встает на месте по лоацию известного, да, и он бы сымитировал его часть, да, но это просто застройка, которая не отсылает, по сути, ни к чему, хотя может быть прочитана, конечно, и как след. Так, в следующий раз у нас не будет занятия, вы узнаете, поставят вам или нет сюда кого-то другого, да, потому что я уезжаю на неделю, а мы с вами через неделю начнем тогда новую тему, самую нашу базовую, основные эстетические категории. Прекрасная и возвышенная. У меня все. Спасибо. Спасибо.